Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Плетко и Анатолий Петрук. И сегодня мы будем исследовать калтелят на наличии рота коронавируса, кишечной палочки, а также криптоспоридиоза. Для этого мы будем использовать экспресс-тест для диагностики диареи в телят. Почему важно знать воспитателя диареи? Потому что тогда мы сможем определиться с необходимостью таких профилактических и терапевтических мероприятий, как антибиотикотерапия, вакцинация, антипротозойная терапия, или же улучшение санитарно-гигиенических условий содержания и других технологических моментов. Отбор пробы жидкий фекалий отбирают пипеткой, которая входит в набор, а более густой с помощью палочки. Отобранная проба должна использоваться как можно быстрее. Если это невозможно, то пробирку с пробой хранят в холодильнике при температуре 2-8 градусов Цельсия, но не больше 24 часов. Пипеткой внесите 3 капли пробы фекалий в пробирку. После этого взболтайте аккуратно пробирку. Если жидкость стала светло-коричневого или желтого цвета, то не нужно больше добавлять фекалий. Если же цвет жидкости в пробирке не изменился, то добавьте еще 2 капли. В общем должно быть не более 8 капель. Если фекалий зернистый, то используйте палочку, которая прикреплена к колпачку пробирки. Погрузите ее в 3 разных места фекального материала и верните палочку назад в пробирку. Закройте крышку и взболтайте. Материал должен изменить цвет, как в случае с жидкими фекалиями. Если не изменил, то добавьте фекалий. Используя палочку, вы можете отобрать пробу фекалия прямо из прямой кишки. Процесс тестирования. Все материалы должны быть комнатной температуры. Вытягиваем тестовую кассету. Взболтываем пробирку. Отламываем наконечник пробирки. Вносим по 3-4 капли жидкости из пробирки в каждую лунку кассеты. Не вносите очень большие капли. Если жидкость не вытекает на тестовую полоску, то легонько надавите кончиком пипетки на лунку для того, чтобы возобновить вытекание. Ожидаем результатов теста 5-10 минут. Для позитивного результата нужно больше времени. Максимальное время для проявления результата 20 минут, после того, как жидкость достигнет контрольной линии. Суть теста. Когда проба наносится на лунку, она абсорбируется внутрь на полоску и смешивается с маркированными золотом антителами. Жидкость проходит через тестовую линию и достигает контрольной верхней. Контрольная линия должна появляться всегда, иначе тест является недействительным. Если проба содержит патоген, то проявляется нижняя тестовая линия. Если патогена нет, то тестовая линия не проявляется, а только верхняя контрольная. Таким образом, позитивный результат – это две красные линии в реактивном поле. Нечеткие линии также будут рассматриваться как позитивные. На нашем тесте мы видим позитивный результат на криптоспоридиоз. Еще несколько важных моментов. Используйте тест на протяжении десяти минут после распаковки. Не наносите фекалий без реактива в лунки-кассеты. Не дотракивайтесь к реактивному полю. Храните тест при температуре от двух до тридцати градусов. Не замораживайте его. Друзья, используйте в своей практике современные тест-системы для диагностики диареи утилят. И тогда вы будете в лицо знать своего врага. А значит, вам легче будет с ним бороться. Берегите своих животных. До свидания.